Сегодня мы завершим разговор, простите, не законченный в прошлый раз, об основных функциях журналистики, точнее говоря, средств массовой информации. Точнее говоря, об основных я вам успел рассказать, перечислив и описав пять. Мы не успели поговорить о дополнительных, но основная тема сегодняшнего разговора, это следующая лекция по данному учебнику, лекция седьмая, называется, извините, не совсем следующее, да, следующая лекция, лекция пятая, называется «Свобода слова и смежные свободы» о дополнительных функциях журналистики. Напомню еще раз, что пять главных функций журналистики, наросли на первую основную генетическую и первородную функцию, информационную, что совершенно естественно, разговор об этом подробный был у нас. Без исполнения этой функции не может этот институт существовать вообще, поскольку все другие функции исполняются в той или иной степени, в той или иной мере и другими институтами. Другое дело, что система средств массовой информации, во всяком случае, в некоторых аспектах, подменяет собой другие, более традиционные институты в данной сфере, а иногда их и вытесняет полностью. Итак, информационная функция, функция управления обществом, прямо противоположная ей по направлению действия, по вектору, исполняемая теми самыми людьми, как это мне кажется кому-то парадоксально, функция влияния общества на правящий класс, на власть имущих, на элиту, на управляющий класс, по-разному можно называть, в просторечии функции «Глаз народа». Важность этой функции я вам описывал, и в значительной степени она связана, это важно с тем, что, как я вам говорил, хочу, чтобы вас это еще раз зафиксировало в сознании и в памяти, в отличие от других демократических институтов, действующих в обществе, действующих не постоянно, а в определенные периоды, а именно, чаще всего, во время выборов. Вот сейчас мы имеем предвыборный период в нашей стране, средства массовой информации, через них все общество, пытаются влиять на поведение и политику правящих кругов, каждодневно, по мере выхода каждого конкретного средства массовой информации, в нынешних условиях, в сегодняшних обстоятельствах, это фактически ежесекунда. Интегративная функция, которая позволяет скреплять, объединять, держать в неком единстве, при всем приорализме мнений, разнообразия и позиций, ту или иную обществу людей, каждый средств массовой информации на территории своего распространения, в реале своего распространения, эту функцию играет. Есть такая газета, Московский университет, я не знаю, вы его видите, эту газету, кто-нибудь держал в руках? Вот некоторые кивают. Но надо признать, это мы вырежем, так сказать, критику корпоративного издания. Абсолютно неинтересная газета, даже странно, что она до сих пор выходит, но мы отбросим ее качество, а в принципе этот корпоративный орган Московского университета, он же не претендует на то, чтобы объединить все университеты мира, или все вузы Москвы, или всю страну. Нет. Но он претендует на то, чтобы поддерживать некое единстве, по крайней мере информационном, тех, кто входит в корпорацию Московского университета, в первую очередь студентов, ну и также сотрудников. Функция социализации. Вот здесь я хотел бы отослать вас к совсем свежему примеру, если не ошибаюсь. Это как раз случилось за ту неделю, которую мы с вами не видели здесь, в этой аудитории. И так напоминаю, что традиционно на становлении всякой личности из вот этого биологического существа, родившегося под названием человек, или там дитя человеческое, ребенок, становлению этого прото-человека в человеческую личность, существо общественное, потом политическое, и так далее, и так далее способствует следший традиционный институт. Семья, религия, традиционная религия, как правило, поскольку большая часть жизни человечества связана с теми или иными существованиями религий, как бы к этому ни относиться, через этот институт, в первую очередь, высокие моральные нормы прививаются. Это, помимо этого, еще кое-что, но вот в первую очередь, что для нас важно. Школа системы образования. С того момента, как это возникло и охватило большую часть человечества, еще пять веков назад всеобщего образования не было. И даже четыре века назад, и даже два века назад не было всеобщего образования. Так или иначе, люди где-то чему-то обучались, соответствующие протоинституты аналогичные были, помимо верхних слоев, опять же, там, аристократического класса, где всегда образованием занимались специально обученные этому люди, то есть был некий институт здесь. Но мы сейчас не историю человечества, педагогики или образование изучаем, а нечто другое, поэтому понятно. Система образования в целом, включая высшее образование. И в целом обстановка. То, что раньше называлось двор, улица. Не знаю, как сейчас это называть. Дворов практически нет в рационном понимании этого слова, но улица, собственно, осталась. Так вот, за прошедшую неделю об этом сообщали разные газеты, даже, по-моему, какие-то телевизионные каналы, но не могли нас не сообщить. Я читал в какой-то газете, в каком-то среднем городе России, и школьники 10-12 лет изготовили собственными силами порнографический ролик с собственным участием. Вывесили его, естественно, в сеть. Родители, естественно, так или иначе в какой-то момент увидели и очень удивились, когда своих собственных детей, повторяю, 10-12 летних, увидели абсолютно голыми и демонстрирующими то, ради чего, собственно, такие ролики и снимаются, имитацию неких сексуальных актов. И когда разращивался скандал, и дети, и родители резонно, вроде бы, с их точки зрения задали вопрос детям, а как это может быть, и зачем вы это делали, то ответ детей был абсолютно рационален. И в этом смысле, в общем-то, абсолютно логичен. Но мы же видим это постоянно по телевизору. Это же там делают, это же показывают. Значит, это можно и даже нужно. Многие телевизионные начальники, в том числе и те, которые выступают в этой аудитории, они говорят, что телевидение всего лишь зеркало, оно показывает состояние то, какое общество, и не более того. Конечно, это лукавство. Все что-то отражает, но все одновременно и влияет на то, что оно отражает, тем более такое мощное средство, как телевидение, средство массовой информации. Вот то, о чем я рассказал, а я рассказал о том, о чем написала наша пресса совсем недавно, явно демонстрирует, как социализация, привитие навыков определенного поведения, снятие табу, которые раньше существовали. Опять же, хороши или табу, или плохи, мы сейчас не разбираем. Идет через средство массовой информации. Безусловно, в семье их детей этому не учили, ну, в большинстве, по крайней мере, этих семей. Безусловно, если какая-то часть этих семей так иначе связана с религией, сейчас чаще всего так бывает, с какой-то конфессией, и даже, возможно, эти дети ходят там с родителями в церковь, там их, безусловно, этому не учили. В школе, ну, я надеюсь, что еще не учат этому, даже на уроках, там, телевидение, в младших классах, там, где они есть. Ну, и на двор, на улицу эти дети не ссылались. Они прямо отсылали к телевидению. Вот типичные, характерные, яркие и даже не утрированные, а просто взятые из жизни, пример того, как средство массовой информации осуществляет функцию социализации детей, молодых людей. С какими последствиями, это другой вопрос. Но взросление, вхождение в навыки, привычки жизни взрослого общества, то есть большей части общества, происходит через средство массовой информации. Итак, пять этих основных функций я вам перечислил. Главных функций. Теперь шестая функция, я ее в этой учебнике называю дополнительной. Сейчас я о ней совсем немного скажу, поскольку мы, вот уже будет, видимо, весной, в следующем семестре, мы будем специально говорить, разбирая родившийся в недрах телевидения не классический жанр журналистские игры. Мы будем специально говорить об этом. Но сейчас, поскольку в ряду функций она присутствует, несколько слов об этом. На мой взгляд, это дополнительная функция средств массовой информации и журналистики. Хотя, к моменту написания этого учебника, 2004 год, уже у меня были сомнения, поскольку это есть жизнь, эти оговорки сделаны в тексте данной лекции. Уже были сомнения, является ли это по факту, в реальности, а не как кому-то хочешь, например, мне, является ли это дополнительной функцией средств массовой информации или уже одной из основных. Напомню вам, что некоторые, сейчас это особенно часто звучит, утверждают, опять же, из больших теоретиков, таких практикующих теоретиков, руководительств средств массовой информации, что задача средств массовой информации и, в первую очередь, телевидения, это информировать, просвещать и развлекать. Информацию, информировать точно, тут мы не спорим, я с этим согласен. Относительно просветительской функции средств массовой информации, журналистики, большие сомнения, я вообще ее не выделяю, как отдельную, некоторые специалисты, некоторые эксперты, некоторые теоретики выделяют. Социализация, то, что я называю социализацией, ну, не только я, но вот в данном конкретном случае, в принципе, включает в себя элементы и передача знаний, каких-то, не просто информации о том, что случилось, о неких знаний, фундаментальных, не совсем фундаментальных. Но все-таки, если взять совокупность массовой информации, по моим оценкам, по моему мнению, трудно говорить, да и отбросить, ну, то, что на телевидении называется, так называемыми, нишевыми каналами, такие специализированные каналы, причем специализирующиеся, таких в отдельных областях человеческого знания, а там не просто музыкальные, развлекательные, что же, или там, где криминальные сериалы, гоняя это тоже, один за другим, тоже специализированный, тоже нишевой канал. У меня большие сомнения, что просвещением, в точном смысле этого слова, то, что оно означает, занимается, средствами массовой информации и телевидение. Конечно, если человек не посещает школу, не читает книг вообще никаких, не видел ни разу учебников, его родители невежественные люди, сами ему не могут передать никакого знания, то и через это масса информации что-то можно получить. Но все-таки неизолированно живет даже молодой человек. Те институты, бессловно, занимаются просвещением в меру сил своих, ну в первую очередь системы образования. А вот то, что этим занимаются средства массовой информации и телевидение, я бы поставил под сомнение, я бы даже сказал, что скорее наоборот, об этом мы тоже в свое время поговорим, скорее наоборот, средства массовой информации скорее прививают невежество и даже вкус к невежеству, и даже моду на невежество, чем просвещают. Этого примера нет в данной книге, поскольку это случилось позже, в новой редакции, если и когда я напишу этот пример, будет обязательно, потому что он как будто специально придуманный для такого рода разговоров о средствах массовой информации. Сейчас, по-моему, это и нет программы, но некоторое время назад на канале СТС была программа под названием... сегодня у меня воскакивает. Недобрые шутки, а какие-то шутки. Хорошие. Хорошие шутки. Да, совершенно хорошие шутки. Такое эпохальное шествие по каналам и экранам телевизионам страны семейной пары, одно известное, оно в значительной степени с этой передачи началось. Это была довольно остроумная, довольно оригинальная, довольно забавная передача на фоне вот остальных развлекательных, как правило, полностью пошлых и абсолютно невежественных. Она все-таки отличалась лучше и стройно, на мой взгляд. И так получалось, что время выхода в эфир этой передачи совпадало там с каким-то временем более-менее свободным для меня, когда я старался просто отдохнуть, на телевизоре работал. Я довольно часто ее смотрел. Меня там потрясла одна вещь. Там был такой конкурс, там две команды, как вы знаете, страшное название передачи. И одна из команд, одна команда соревнуется с другой. Значит, вот участники одной из команд, конкурс был такой, одна участница там, очень много девушек, всегда, как правило, те, кого называют звезды. Они сами себя так называют, ведущие их так называют и вообще так считают звезды. Я, правда, этих звезд по большей части не знал, ну, в общем-то, я и на небе многих звезд не знаю названий, хотя они там есть. Значит, конкурс был такой, вот этой одной участнице показываются некие слова на карточке, это видно всему залу, естественно, телезрителям, слово или несколько слов, и она должна не употребляя эти слова, объяснить своим товаркам, другим участницам своей команды, что это такое, они должны угадать. Это, значит, тогда выигрыш в данном конкурсе. И вот эта звезда, постарше вас, но ненамного, ну, называется уже звездой, откуда-то сестра, то есть она что-то поет, ей показывается карточка, на которой крупно, ясно, внятно, русскими буквами, жирным шрифтом написано «Бернар-шоу». Она задумалась, после чего стала объяснять своим товаркам, что это такое. Она говорит, это такая телевизионная программа, и дальше она не может вспомнить, а кто такой Бернар? Вот шоу, это понятно, да, а что за Бернар, что за телеведущий? Она не знает такого. И, соответственно, она не может передать. В общем, она так и не подобрала, по-моему, никакого аналога этому слову Бернар. То есть для нее Бернар-шоу, этот писатель, не существует, просто драматур. Она не знает о его существовании вообще. При этом надо думать, она либо уже довольно внятно и быстро болтает на английском, а возможно даже и стремится, ну, как большинство из них, побывать в Англии, уехать в Англию, приобрести дом в Лондоне, ну, со всеми, текающими отсюда, последствиями. вот это относительно просветительской функции средств массовой информации, о которой любят говорить сегодня многие руководители средств массовой информации. и, естественно, ведущие, гораздо более посвященные люди поняли, что она не имеет никакого представления о том, о чем ее спрашивают, но они настолько сами, как мне кажется, в тот момент удивились, породились в глубине этого невежества, что они даже не очень посмеялись над ней, и не рассказали остальным, о чем, собственно, идет речь. Вот слово шоу, это уже шоу, да, вот это и ничего больше, ничего больше. А Бернар это какой-то Малахов, ну, просто которого я не знаю, видимо, не очень популярный Малахов, потому что если бы было Малахов шоу, тогда, конечно, я ответил правильно, но поскольку некий начинающий телеведущий Бернар, я имею право его не знать, то затрудняюсь описать, кто это такой. Да. Итак, развлекательная функция. Судя по всему, помимо, вопреки моему желанию, ну, мое желание здесь вообще ничего не значит, поскольку отдельно взятый, человек не может повлиять на такие процессы, даже если он бы возглавлял какой-то канал, потому что основное, основная масса каналов со мной идет в этом направлении, судя по всему, действительно, сегодня средства массовой информации приобрели эту функцию развлечения как основную. Ну, что касается конкретно меня, повторяю, мне это может не нравиться, но при новом издании этого учебника, когда я заберусь до того, чтобы обновить его, там, кое-что дописать, кое-что скорректировать, я вынужден буду эту функцию развлекательную поставить шестой основной. Скорее, это всего и так. И число развлекательных программ, передач, вот, на телевизионных каналах, даже самых серьезных, ну, например, первый канал, у него есть информационная сетка вещания, есть и фактически следующее, вот этот скелет информационной составления линейки программ, и фактически следующее, что, особенно выходные, следующее, что определяет вот весь ход вещания на первом канале, да и на России один тоже, это развлекательная программа, это легко увидеть. Вот все остальное вставляется в оставшиеся места между этим. Да, суть по всему, это теперь основная функция, одна из основных функций. Повторю, у нас будет серьезная большая отдельная лекция, посвященная жанру недавно возникшему, на мой взгляд, игры, присоединившемуся к классическим журналистским жанрам. Так я его определяю, хотя другие не считают это жанром, пытаются размазать его по неким традиционным. И там мы об этом поговорим специально, отдельно и фундаментально. И теперь об историографической функции. это точно дополнительные функции средств массовой информации. Ну тут во-первых, ее мало кто определяет как функцию вообще. Существует 12, 13, до 15 классификаций функций средств массовой информации журналистики. Я специально этим не занимался, но год или пару лет назад, год, по-моему, назад, в Вестнике Московского университета серии журналистика, я надеюсь, вы знаете о существовании такого, в нашей библиотеке он есть, выпускается в факультетном журналистики, когда-нибудь и мы будем выпускать свой аналогичный Вестник Московского государственного университета серии телевидения. Пока еще нет у нас таких возможностей неорганизационных, некадровых. Когда-нибудь мы доживем, но вот в этом Вестнике МГУ серии журналистики год или два назад была статья какой-то аспирантки, по-моему, в ЖУФАК, где приводили все известные классификации жанров, в том числе и моя, это не жанров, извините, функции журналистики, функции с массовой информацией, в том числе и моя там упоминалась, вот можно, если кто-то поинтересуется, что, кстати, не бесполезно, если посмотреть, вы увидите, что многое пересекается, каждый автор несколько по-своему эту конфигурацию и сам список определяет. Вот эта историографическая функция, по-моему, отсутствует у всех, кроме меня. Это довольно странно, на мой взгляд, но, тем не менее, так, странно, что на нее не обращают внимания, я думаю, потому что, в основном, теоретики составляют все эти списки. Так вот, это точно не главная функция, потому что ясное дело, что не средства массовой информации, ну, во всех, лучше пока не главная, я надеюсь, и такое останется. Средства массовой информации не специально этим не занимаются, специально этим точно не занимаются, есть другие, гораздо более мощные, специально организованные институты, которые точно эту функцию вовсе исполняют, а в журналистике, в средствах массовой информации отправление этой функции происходит как дополнительный побочный процесс, делают все остальное, и вот почти автоматически, без усилия и даже без осознания самих участников этого процесса, эта историографическая функция отрабатывается между тем, между прочим, такой и практик, и теоретик отечественной журналистки, кстати, мировой, которого зовут Владимир Ленин, люблю говорить, что это самый известный русский журналист, я уже вам не задаю этот вопрос, люблю его задавать, раньше задавал, ответ, как правило, не получаешь, кто самый известный отечественный журналист в мире, ну, тут выкрикивают Познер, Малахов, там, что-нибудь в этом духе, свидетельство, помимо всего прочего, отсутствие такого исторического мышления, то есть, вот, самое известное, это только сейчас, а вообще говоря, только сейчас жизнь не ограничивается, даже ваша, только сейчас вообще не существует, как известно, настоящее, это всего лишь точка соприкосновения прошлого и будущего, никого настоящего нет, никто это мгновение под названием настоящее, ну, может быть, кроме Господа Бога, замерить не может, а тем более, его не может ощутить человек. Вообще, о категории времени в журналистике мы отдельно поговорим, это тоже будет специальная лекция, тут я тоже несколько забегаю вперед, так вот, бессловно, самый известный русский журналист, он себя любил называть публицистом, журналистом, литератором, но романов он не писал, а вот как раз как журналист, как политический обзыватель в точном понимании сегодняшнего этого слова выступал очень часто, это, конечно, в мире, конечно, Ленин, его знают практически все, какое представление о нем, это другой вопрос, но они, конечно, никакого, ни Малахова, ни Владимира Познера все в мире не знают, и даже знают абсолютно не в нашей стране, а в мире, абсолютное меньшинство, а Ленина так или иначе знают или слышали о нем все. Так вот, Ленин в одной из своих начатых, но незаконченных работ просто писал о том, что мы должны делать главное дело публицистов, он часто журналистику публицистикой называл, и тогда это было так принято, писать историю из современности. В данном случае не важно, это Ленин, Сталин, Хрущев или кто-то другой, а важно то, что здесь очень точно сформулировано этой историографической функции, хотя Ленин ее по определенным причинам практически основное делал. Мы должны делать главное дело публицистов писать историю из современности. Это, безусловно, не главное дело публицистов. Тут Владимир Ильич по каким-то причинам ошибался или заблуждался, но это, безусловно, дополнительные функции журналистики. То есть то, что происходит сейчас, фиксируется в целой сумме документов. Под документами вы должны понимать, как люди просвещенные все, а не только бумажку. Сейчас, во-первых, многие документы существуют в электронном виде, уже без бумажных носителей, но в принципе документ это любая зафиксированная информация, а информация, как известно, если бы у меня был нож, топорник и лезвие, некоторые рукой могут расшибить доску, но главное не расшибить, там вот ударить чем-то и останется отметина, вмятина. Это вот, это и есть информация. Вмятина на этой доске это есть информация, а доска с этой вмятины это документ, что в какой-то момент кто-то таким образом этот деревянный брусок видоизменил. так вот, это официальный документ, который есть у вас, там всякие паспорта, студенческие билеты, зачетные книжки с вашими оценками, еще не существующими пока. Зачетные книжки-то у вас есть уже? Нет. А нет, что? Ну, получите, да. Вот, это неизбежно. И прочее. И вот, просто для простоты возьмем газеты, они как бы больше похожи на документы в традиционном понимании этого слова. Вот в газетах описывают там вчерашние события. Все. И дальше это ложится в подшивки, в библиотеки, в архивы. То есть в данный момент к данной газете относятся небрежно. Прочитал и выбросил в корзину. А если этой газете сто лет, даже вряд ли вы ее уже выбросили, и она оказалась у вас в руках, вряд ли вы ее выбросите в корзину. Прочитаете, вроде ничего интересного нет, но все-таки вещь сто лет ей. Пусть еще полежит. Ценность с каждым годом нарастает любого предмета, даже самого банального. Так что в этой газете сто лет недавности описано? Описано то, что происходило в данной стране, допустим, вот в эти сто летние давности дни. Да, есть и другие источники для изучения того, что в тот день, в те дни происходило в данной стране. Ну, и это тоже. А если другие источники не сохранились? А если в других источниках какие-то противоречия, несколько разных вариантов того, что произошло, описание того, что произошло, может быть, вот эта газета, то, что в ней написано, будет той каплей, которую мнение исследователя сегодняшнего повернет вот в ту сторону или в иную. Ну, короче говоря, я надеюсь, вам понятно, о чем я говорил. Ход событий с СМС информации и текущих событий фиксирует. Кто что сказал, кто что сделал, кто на кого как посмотрел и так далее. От политики до вот этой сферы шоу-бизнеса, что тоже сегодня нам кажется неважным, а может быть, там через сто лет в свете каких-то событий окажется весьма значительным, хотя бы для того, чтобы разобраться, что реально было. Итак, СМИ каждодневно, а теперь уже ежесекундно нарабатывают гигантский собственный архив документов. или квази, по крайней мере, документов, фиксирующих то, что происходило, кто что сказал, кто что подумал в то или иное время, вот в то или иное текущее время. Но мы все знаем, что журналисты ошибаются. Это еще самое мягкое, что о них можно сказать, ну, о тех, кто... Некоторые специально врут. Причем по разным причинам, мы сейчас не будем говорить об этих причинах. И вот представим себе, что есть некое событие, ну, не вселенского масштаба, не национального, в каком-нибудь городе. Очень важное, как потом оказалось, но поскольку в этом городе не существует 120 газет, и нельзя проверить там альтернативные точки зрения по этим изданиям, там, телеведия не фиксировала, общенациональные местные архивы там не сохранились. Вот осталась газета через лет о событиях в этом городе. Газета с описанием того, что происходило. И все, нет других документов. Вот сидит исследователь, молодой аспирант, и на основе этого репортажа этого журналиста восстанавливает картину прошлого. А журналист был подкуплен напрочь, на корню еще за пять лет до того местным олигархам. Или местная власть, неважно, или он патологически лжец, но бойко пишет. И поэтому удержали в редакции. Врет каждый день. Ну, так красиво, что, вы знаете, да, это описанные в литературе такие мастера. А вот этот историк будет по этой лжи, не зная ее глубину. Он умный человек, он исследователь, он предполагает, он знает, что летописи, переписи. Его обучали в университетах к всему этому. Как работать с источниками. Потому что никогда ни в каком источнике, особенно если это альтернативных, не можешь замерить глубину этого искажения. Есть события в нашей недавней истории, я привожу эти примеры, зафиксирую ваше внимание на этом. Который в средстве, очень важные события, это не скандал в городе Ян, в небольшом городе Ян, описанный там одним честным журналистом, но его заметка была в газете, которая не сохранилась. Одним там нечестным журналистом, или лживым журналистом, там просто без всякой корысти. Нет, это описано во всех средствах массовой информации эти события. Эти события сняты всеми телеканалами, соответствующие записи, пленки и там иные фиксаторы информации телевизионной сохранились. Тем не менее, до сих пор не ясно, что там на самом деле происходило. Но в средствах массовой информации, отображена определенная версия. Ну, то, что я привожу, это результаты референдума у нас в Конституции с 93-го года. Я надеюсь, вы знаете, по какой Конституции мы живем. многие ставят под сомнение то, что референдум по этой Конституции состоялся. Сам факт того, что референдум состоялся, то есть, на референдум пришло требуемое законом, в данном случае указом Ельцина, поскольку по указу этот референдум собирался, число избирателей пришло. тому есть много доказательств прямых и косвенных, но не важно в данном случае. Важно, что абсолютное и большинство средств массовой информации описывали так, как будто это бы случилось, референдум состоялся. И вот, если судить на основе этого, то дальнейшая история России, она определенным образом может быть изложена. А если принять противоположную точку зрения, неотраженную фактически в средствах массовой информации с отдельными исключениями, то совсем иначе вся эта история выглядит, в том числе история тех декабрьских дней. То же самое, о чем сейчас стали больше говорить, а когда-то это скрывалось, выборы Ельцина в 96-м году как президента. Одно время вообще замалчивалось, Ельцин победил и все. Потом отдельные люди и тогда писали, что все было не совсем так, и вообще-то Ельцин проиграл Зюганову, есть тому доказательства, но сейчас мы не это разбираем, саму ситуацию, саму коллизию вам описываем, но в газетах, на телевидении тем более, зафиксировано вот так, как есть, что Ельцин точно победил и в первом, и в втором туре. Все, вот если мы берем этот источник, у нас одна история России после этого описывается, а если она в реальности возможно была другой. То есть понятно, о чем я говорю, на этом сейчас я завершу и перейду к свободе слова, к свободе печати, вы должны, нельзя работая, никто не может работать, так рассудочно, приступая к работе, сегодня вышел на работу, первый день, второй день, третий, четвертый, вспомню-ка я, чему меня учили в университете, выступ, ответственное дело, я приступаю к исполнению важнейшей функции работника крупнейшего телевизионного канала, вспомню-ка я, чему меня учили в университете, быстро пробегу в памяти, такого не бывает, даже у самого добросовестного работника, поэтому некоторые вещи должны войти в ваше сознание и подсознание, вы должны понимать, что всякая ваша ошибка, всякая ваша ложь, в принципе, искажает минимально, поскольку другие, а другие, может быть, правду пишут или вгут в иную сторону, там, все это потом складывается, но в принципе искажает вот эту историческую правду, описка случайная, фамилию не так написали, вот эту историческую ответственность, не ответственность перед сегодняшими людьми, ты кого-то оболгал, неправильно описал ситуацию, люди от этого пострадали, там, так или иначе, вот это то, что происходит сегодня, нет, это еще закладывается на десятилетия и на века, вот эти искажения, в принципе, иногда они могут быть фундаментальными, особенно если искажение этой вот текущей правды идет в уплённом направлении, как, например, происходит, и мы это видим по некоторым важным политическим событиям, вот два события из нашей недавней истории я вам привел, это совершенно очевидно были искажения, каких масштабов, в какую сторону, отдельно разговорю, я вам привожу примера, вот там история Ливийской войны последней, то, что мы видели, грандиозные искажения правды, реального хода событий, средствами массовой информации, в данном случае западными, грандиозные искажения, вот кто может предсказать, но есть критики, есть те, говорят, что было не так, есть свидетельства, что было не так, есть документы, есть соответствующие тоже информационные источники, но кто может сказать, а вот через 10, через 20, через 100 лет, какую версию этих событий примет вот так когорта историков, которые будут писать тогда учебники для школ, учебники для вузов, и касаться этих дней в этом регионе, мы не знаем, может быть, они эту искаженную версию и примут, в частности, опираясь на то, что об этом писали с информацией, информации, и вот это вошло в общественное сознание, ведь историки тоже не бесстрастные люди, на них тоже влияет давление общественного мнения, политического мнения. Одно из самых популярных, там, расхожих цитат последних лет, десятилетий, слова Федора Тютчева, мысли скаженные есть ложь, мысли заеченные есть ложь, совершенно верно, мысли заеченные есть ложь, вот я утверждаю, что ложь, изреченные средствами массовой информации, есть правда, она так многими воспринимается, и часто таковое и остается, ложь, изреченные средствами массовой информации, является правдой, во всяком случае, в житейском понимании, в общественном мнении, вот этом расхожем, но очень мощном, поскольку она давит на любого неконформиста, на любого, кто сопротивляется этому. Вы, я думаю, несмотря на свою молодость, из своей уже такой реальной жизни, обыденной, знаете, как трудно, если кому-то налепили несправедливо какой-то ярлык, или справедливо, несправедливо, как трудно этот ярлык оторвать, вроде бы все знают, что это не совсем так, но один сказал, второй сказал, третий сказал, и дальше уже принято говорить, так думать об этом человеке. Целая трагедия из этого произрастает, человеческие реальные трагедии, но невозможно даже сравнить мнение, пусть вот это поверхностно искаженные группы людей составом 20 человек, ну некий коллектив, некая замкнутая локальная группа людей, вот то, что в жизни бывает, с тысячей вы уже не общаетесь одномоментно, с мощью связи с массовой информацией, особенно телевидение, вот этот ярлык прилеплен сразу на аудиторию, в смысле, на кого-то перед аудиторией в 30 миллионов человек, и кто бы, что бы ни говорил, с массовой информацией, все равно им верят, в нашей стране больше, чем власти, между прочим, хотя врут с массовой информации никак не меньше власти, а верят им по определенным причинам все равно больше, и все, это ничего не может доказать. Тут еще в этой лекции я обращаю ваше внимание, сейчас не буду говорить, есть некие рассуждения важные, через какое-то время мы тоже к ним вернемся, о безответственности журналиста, и в частности я приезжу косвенные, не совсем косвенные доказательства этой самой безответственности, вообще я считаю, что чиновники и журналисты это две самых безответственных социальных группы, в любом обществе, в нашем в частности. У журналистов сейчас касаться не буду, обратите внимание, что журналисты помимо той анонимности, о которой я говорил, большинство имен журналистов не знают, газета такая-то писала, или там такой-то канал показывала, кто там, чей репортаж конкретно чаще всего не знают, это есть тоже такое прикрытие автоматическое для журналиста. Журналисты часто используют псевдонимы. Почему? Занумывайтесь над этим. Это отдельная маленькая подтема, которая, кстати, может войти вопросом в экзаменационные билеты. журналисты. стремятся к известности, к славе, к авторитетности. Нельзя быть авторитетным, если никто не знает твоего настоящего имени. Слава, как-то может быть, если это не знает твое имени. Но журналисты очень часто используют псевдонимы. Тут печатная журналистка несколько отличается от телезионной, потому что телезионный журналист, он вроде в апреле должен свое лицо демонстрировать, хотя и тут есть возможности, чтобы все было не так прозрачно. Итак, люди, стремящиеся к известности, пользуются псевдонимами для того, чтобы скрыть свое настоящее имя при всем стремлении к известности в определенных ситуациях при описании определенных коллизий. Но иногда это просто такая страховка меры безопасности. Но часто это и нечто иное. Тут есть в этой лекции в тексте соответствующие рассуждения, обращаю ваше внимание на них, это важно. Теперь поговорим о лекции пятой по данному учебнику «Свобода слова и смежная свобода». Лекция состоит из тезисов, поэтому ее довольно, то, что там сказано, довольно легко систематизировать, и я надеюсь запомнить. Но главное, что этот институт свободы печати, свободы средств массовой информации и вообще сама эта тема относится к числу самых обсуждаемых, постоянно присутствующих в самих средствах массовой информации во всех политических дискуссиях. Вы это все хорошо знаете. Один из главных упреков России в том, что в ней нет свободы печати или меньше гораздо чем в других странах. О чем другом не вспомнят, но сразу коррупция, свобода печати, что-то еще. Это такая навязчивая тема, от нее невозможно уйти. Вроде все там ясно, тем не менее разговоры об этом постоянно ведутся. Вообще теория свободы печати это одна из таких фундаментальных теорий журналистики. Вот есть концепции СМИ как четвертой власти. Есть три классические ветви власти законодательная, исполнительная и судебная и баланс между ними наиболее оптимальная что может быть в обществе. Есть концепции СМИ как четвертой власти, то есть еще массовая информация в этой системе уравновешивает недостатки любой из этих трех ветвей власти и их в совокупности. Есть концепции свободы печати, что средства массовой информации родились и журналистов предназначения основное, неважно где они работают, в газетах, на телевидении, где угодно, как раз для того, чтобы вот этот возникший появлением тогда газет только институт свободы печати, поэтому свобода печати на все распространяется, и свобода телевидения, и все прочее. Но сейчас чаще добавляют свобода печати и других средств массовой информации для точности. Что это фундаментальный институт, который, во-первых, сами СМИ для этого существуют, вот это главное предназначение свободно говорить, информировать и комментировать. Это уже дополнительная тема, мы сейчас ее касаться не будем. Первый аспект этой концепции, второй аспект этой концепции, то, что свобода печати есть один из кругольных камней демократии как таковой. Вот в принципе не может быть демократии, если нет свободы печати в данной стране. Что-то иное может быть, но вот без этого не может быть демократии, если нет избранного парламента, не может быть демократии, не важно, как они соотносятся. Безотносительно повторяю, как этот институт используется, он просто необходим, иначе нет как таковой демократии. Значит, вот давайте разберемся со свободой слова и этими смежными свободами. Во-первых, я обращаю ваше внимание, хотя в тексте лекции тезисно это изложено не первым, не вторым тезисом, но что просто бросаться словами в ходе серьезных дискуссий, а все разговоры на занятиях, на экзаменах в университете это всегда серьезные дискуссии, это не просто так обмен репликами вы должны быть здесь максимально точны, значит, нужно умело использовать саму терминологию. Так, свобода печати, слово печать, это понятно, это то, что напечатано, то, что на бумаге, поэтому, как я уже сказал, я делаю добавление, свобод печати и других связок с массой информации, там, потом, не нужно путать свободу печати со свободой слова, вот, свободой слова абсолютно практички, ну, если это не там, не тюрьма, не тоталитарное общество, ну, не абсолютная диктатура, не что-то в этом духе. Какие санкции за некоторые высказывания могут последовать, это другой вопрос. Всегда какие-нибудь санкции следуют. Иногда они незаметны, иногда мизерны. когда эти санкции чрезмерны, когда они уже эти санкции напоминают репрессии, тогда, собственно, можно говорить об ограничении свободы слова. Вот, но, в принципе, кому из вас там запрещено, да, в этой аудитории будет странно и, возможно, какие-то санкции последуют, если вы начнете кричать что-то призывающим к разрушению Московского университета. Вот, да, но если вы выйдете на улицу и будете то же самое говорить, с плакатами ходить, я не знаю, какие там у милиции и полиции к вам будут претензии, не уверен, что очень серьезные, их несколько иные проблемы сейчас волнуют, вот, ну, в принципе, у нас практически абсолютная свобода, даже чрезмерная, я бы сказал, свобода слова, почему чрезмерная до этого на мой взгляд до этого еще дойдем. Значит, свобода слова, когда некто имеет право говорить все, что угодно, так упрощенно говоря, это свобода слова. Свобода печати, это когда средства массовой информации, печатные средства массовой информации, ну или другие, имеет право все, что угодно печатать, причем не для самого, не для самого журналиста, не для главного редактора, напечатали, сами читают, радуются, какие они свободны, для массовой аудитории имеется в виду. Это уже свобода печати. Есть еще свобода средства массовой информации в целом, потому что в каждом отдельном средстве массовой информации, безусловно существуют ограничения, помимо вот тех, которые наверху и сверху задаются, допустим, они внутри корпорации задаются, главным редактором, владельцем, там были самими журналистами, тяготеющими к той или иной политической линии и соответственно видящие недостатки у своих политических противников, все охотно о них рассказывающие, но недостатки у своих политических сторонников уже не видящие, а если видят, то о них не рассказывают. Но в целом, в совокупности, если взять все средства массовой информации в той или иной стране, и там присутствуют вот эти разные точки зрения, вот это есть свобода массовой информации. Ну, в данном случае я бы говорю, больше о комментировании, но и собственной информации, сообщений о чем-то, о чем-то. вот это часто путается. Вообще, я, по-моему, вам говорил, если не говорил, то прошу обратить внимание, что, по крайней мере, в современном обществе, строго говоря, это так и раньше было, но сегодня это достаточно очевидно, свобода печати или свобода средств массовой информации, в совокупности всех, это есть, считается, что это свобода для народа, для населения. А вы где видели голос народа в наших средствах информации? Во-первых, народ, это довольно много людей, даже в самой маленькой стране. В нашей еще целых 140 миллионов с хвостиком сохранилось. Где вы видели голос народа? Где? в телевизионных аудиториях вы уже, ну, некоторые, по крайней мере, из вас, наверное, уже знают, как собираются вот эти телевизионные аудитории, кто заполняет скамейки на этих всяких ток-шоу. Ну, во всяком случае, это точно не такая репрезентативная выборка всего народа или всех народов Российской Федерации, ну, и в любой другой стране. свобода печати и свобода слова в средствах массовой информации вообще-то, говоря, узурпирована властью, потому что всегда ее точка зрения представлена так или иначе, ну, кроме подпольных изданий, которые просто борются с властью, самими работниками средств массовой информации, журналистами и узким слоем общества, который в древолюционное время и в советское время у нас назывался интеллигенция. Сейчас идут споры, потому сохранилась эта страта социальная, эта прослойка, как тогда, когда-то говорили, этот слой в России отдельная тема. Ну, безусловно, из всех железнодорожников Российской Федерации, не исключаю, что в России тех, кто считает себя писателями, уже больше, чем тех, кто является железнодорожниками, исключить это нельзя, но все-таки более-менее официально этот статус носят там, безусловно, ни миллионы, ни сотни тысяч людей. Но писатели гораздо больше представлены в телевизоре, в средствах массовой информации, чем железнодорожники. Ну, совершенно очевидно, да? Почему? Они что, умнее? Ну, это вообще-то, говоря, не доказано. Так, предполагается, что писатель умнее железнодорожника, хотя, ну, не знаю, какого железнодорожника взять и какого писателя всегда можно поставить по ценам. Представительство точно больше. Но это, политики всегда больше представлены, чем не политики. то есть, безусловно, институт свободы печати, свобода средств массовой информации предоставляет, собственно, эту свободу не всему, а он как будто бы от всего общества, не всему обществу, а только определенной его части. Я уже назвал этих людей, и журналистов в том числе. считается априори, так сложилось, так сложился этот институт, так сложилось представление о нем общества. Считается, что журналисты, есть как раз вот эти интеллигенты или общественные активисты, интеллектуалы, вот самый активный верхний слой, они говорят очень правильные вещи, смелые, но во многом не совпадающие с мнением общества. Политики, безусловно, говорят то, что нужно им, это может там прям противоречить интересам общества, но во всяком случае какая-то часть политиков, поскольку там демократическая и прористическая система, есть разные политики разных направлений. Но журналисты это точно, вот они-то и отражают мнение общества. И для чего нужна свобода печати, свобода СМИ. Для того, чтобы, поскольку весь народ не может одновременно выступить в СМИ, создан институт журналистики и вот эти журналисты адекватно мнение этого народа излагают в СМИ и власть там слушает, читает и дальше уже исправляет свои ошибки. Долгое время так считалось по опыту жизненному, профессиональному, да и теоретически легко доказать, это не так. Вы должны, я вам говорил, что цель моего курса, писаного, вы можете прочитать, но и устно произносимого, когда все не повторишь, что не предскажешь, что написано в этом учебнике, состоит в том, чтобы вам дать компас в это вот в системе этих институтов, которые объединены сейчас понятием средств массовой информации, журналистика, телевидение, все таки прочее. Куда вы по этому компасу пойдете, на север, на юг, на восток или на запад, я вам не навязываю. У меня нет таких амбиций, я вам там не диктатор, чтобы заставлять возвихаться в каком направлении. Не хочу этого, не могу, но, собственно, в мои намерения это не входит. Я хочу, чтобы вы знали, что лежит на севере, что на юге, что на востоке, что на западе. Вы сами свой выберете путь. Точнее, сами вы его не выберете, потому что на этом пространстве существуют леса, горы, водопады, реки, каньоны, через которые переброшены, а иногда не переброшены мостики. Там конкуренция, там оппоненты, а иногда враги, засады. Вы должны знать, куда идти. А если вам сказал кто-то, что и тут свобода слова, и там свобода слова, и тут свобода слова, и всюду свобода слова, ну это пустыня, всюду свобода слова. Там, кстати, еще легче заблудиться, поскольку тогда возникают миражи. Это даже хуже, чем реальное чаще. Хоть ты знаешь, что это дерево, их много, что если у тебя есть топор, или там что-то еще, ты можешь пройти. А если это вообще мираж, а ты думаешь, что это реальное нечто. Так вот, нужно во всем этом ориентироваться. еще еще один из моментов, касающихся, итак, смежная свобода, а не просто свобода слова, или свобода печати. Ну и тут же институт цензуры возникает, о нем тоже еще сегодня успеем, я успею немного вам рассказать. Да, вот важный момент. Из первых лекций возникают логичным образом все остальные, потому что все переплетено, как из корней ствола и дальше ветви. Я вам сказал, что по современным, вообще говоря, уже несколько устаревшим, поскольку на смену приходят другие, политическим теориям, институт свободы слов, свобода печати, свобода СМИ является одним из краеугольных в системе демократии. Если его нет, то нет этой самой системы. Принято так считать. Соответственно, свобода печати это некая высшая ценность. И когда об этом говорят, то всегда ссылается на слова Вольтера, я их тоже естественно привожу, о том, что я не разделяю ваше мнение, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право его высказывать. Это очень красиво звучит, но истории, строго говоря, неизвестно ни одного примера, когда именно за свободу слова, не за правду о чем-то, а именно за сам институт свободы слова, за свободу слова, вот специально за это давали жизнь, в том числе и журналисты. Вообще, вот эти слова «я готов отдать жизнь», вот это самое важное, самое интересное в этой формуле. Безусловно, свобода печати является ценностью для человека, ну, для многих. Безусловно, для работников СМИ, для журналистов, в первую очередь, свобода печати очень существенная ценность, потому что, если ее нет, ну, по крайней мере, сужается поле твоей деятельности. Есть темы, о которых нельзя говорить вообще, а ты как раз ими интересуешься. Ну, в советское время, действительно, в средствах массовой информации, выходящих на внутренний рынок советский, не писали о религии. Практически вообще, там были редкие исключения. Это не значит, что вообще этой темой никто не занимался, не писал. Я, например, начинал работать в агентстве «Печать новости», мы работали на зарубеж, и мы много писали о религии. И первые монастыри в своей жизни я посетил будучи журналистом советским, журналистом агентства «Печать новости». И жил в Тольце-Серковой Лавре, в семинарии в Академии Духовной присутствовал на уроках, поскольку я писал, рассказывал о том, вот, о жизни русской православной церкви в советское время, повторяю, это там, никакой, это гласность в то, в советское время. Обо всем это писал. Но это невозможно было. Некоторые материалы агентства «Печать новости», вот сейчас эти мои тоже, они публиковались и там на Западе, и в наших изданиях, и в собственных западных изданиях. И там, я передавал вам некоторые, в наши газеты, которые выходили на внутренние журналы, выходили вот на внутренние аудитории. Но по религии это было исключено. То есть, в принципе, журналисты, которые интересуются религией, церковью, а это гигантские институты с гигантской историей. Это институты, которые гигантскую роль играли в становлении многих государств, в частности, в России. Ну, просто смешно себе представить, что этим вообще могут не интересоваться люди. Ну, еще при наличии реальных верующих и так далее. То есть, если нет свободы печати, то вот в данном случае, в советское время, безусловно, этот тематический сектор отрубался. Просто целой группе журналистов нечем заниматься. То есть, априори, всякий журналист за свободу печати. Он конъюнктурно, может быть, за какие-то ее ограничения, но в принципе, поскольку для него то же самое, что ручка, перо, камера, объектив в вашем случае. Она ему инструментально нужна, свободу печати. Но все-таки, является ли это действительно той ценностью, за которую отдают жизнь? Безусловно, нет. Безусловно, Потому что есть ценности более высокого, высшего порядка. И вот определение, за что отдают жизнь, это и есть главное для того, чтобы понять, это ценность высшего порядка или более низкого. А то, что более низкое, тем люди имеют право жертвовать, готовы жертвовать, отступаются от этого по понятным причинам, в том числе и по чисто житейским. За что отдают жизнь люди? Массово, не один какой-то человек, а массово многие, за очень понятные традиционные вещи. За свою семью, за свою родину, до сих пор за свою родину, кто бы и сколько бы не насмехался над патриотизмом, массово, и не только на войне, но на войне в первую очередь, люди отдают свои жизни. За веру до сих пор отдают жизнь. Веру в религиозном понимании и веру в идеологическом, в атеистическом понимании отдают. За честь отдают свою жизнь люди. Это вообще нечто эфемерное, казалось бы, да? Ну, что такое честь? За честь отдают свою жизнь, ну, это часто в бытовых ситуациях бывает, когда с одной стороны вроде бы нужно убежать и понятно, что ничего не будет. вот человек не хочет потерять лицо, но не за свободу слова, не за свободу печати, то есть не за свободу печати, вот тут эти два института смыкают, точнее говоря, за свободу печати жизнь не отдают. Это ценность более низкого порядка. Еще о чем непременно нужно сказать, то есть сказать нужно о многом, и вы должны это прочитать. Целая система ограничений свободы, института свободы печати всюду в мире, на Западе в том числе, законодательных ограничений, я уж не говорю о этой политкорректности, когда сами же западные идеологи, которые учили все, весь мир свободе слова, вот уже тут точно даже свободе слова, и свободе печати тем более, сейчас, если ты скажешь некое слово в их аудитории, посмотрят на тебя с презрением, будут калеймить, а что ты сказал, ты просто воспользовался свободой слова, вот выйди сейчас на Западе в некую аудиторию, скажи, что ты против геев, или скажи, что ты не веришь в то, что был Холокост, но в некоторых государствах тебя на скамью подсудимых посадят, а что ты воспользовался ни в России, ни в Советском Союзе, ни в Древней Руси, возник институт печати и свободы слова, это точно, вот где это родилось, это точно не у нас, вот тут не о чем спорить, родилось там, мы сами тянулись там в силу того, что русская цивилизация несколько иначе развивалась другими циклами по другому ритму, чем вот это западноевропейское, католическое, ну и протестантское особенное вещь есть, мы оттуда это брали, мы за этим тянулись, нас учили, нам говорили, какие вы плохие ученики до сих пор говорят, вот здесь в России ты сегодня можешь сказать, что ты против гомосексуализма, потому-то, потому-то и потому-то, в большинстве аудиториях, аудитории, и тебе в принципе ничего не будет, попробуй сказать это на западе, в большинстве аудиторий, посмотрим, что с тобой будет, кто тебя после этого будет печатать, ну и там многие другие последствия, я уж не говорю вот об этом самом Холкосте, когда вот трансформация этого института свободы печати слова, там это произошло, не у нас, а мы все тянемся за тем идеалом, когда уже реальность совсем другая, а нас по тому идеалу учат, когда за некоторые слова свободно произнесенные, ты можешь сесть в тюрьму, на западе, не здесь в России, а на западе, ну вот в частности, это касается некоторых исторических событий, полный абсурд, когда уголовное наказание следует за то, что ты историю понимаешь, трактуешь иначе, чем это кем-то признано, понятно, да? Если ты в школе выучил данный урок в данном, по данной теме, по данному периоду, на пятерку это одно, а если на двойку, в частности, потому что несколько иначе думаешь, то ты потом будешь взрослым, если скажешь так, как ты думаешь, ты не двойку получишь, а в тюрьму сядешь, срок получишь уголовный. Вот каким образом трансформировался этот институт свободы слова в свободу печати? Это же нужно понимать, осознавать, он и у нас трансформируется, и существует целая система ограничений официальных, предусмотренных конституцией, законами. Ну, об этом поговорим, это вам очень важно знать, чтобы пользоваться этим институтом, чтобы уметь участвовать в дискуссиях, побеждать в дискуссиях. Повторю, никогда я не видел больше поражений наших отечественных журналистов и политиков, чем в дискуссиях по этому самому, по свободе слова и свободе печати. Абсолютное большинство, даже журналистов не могут ничего возразить, не умеют возразить, потому что у них сами ашоры, вот эти идеологически заложенные ими, представления сегодняшней реальности как о том, что когда-то было и вообще идеально, и страх. Они уже привыкли к тому, что они хуже. Может, он в душе-то и думает, что он не хуже, чем этот английский журналист. Но он даже боится сказать об этом публично, что это общепризнано, что они честнее и лучше, а мы хуже и лживее. Это вам нужно. Это не идеологическое оружие. Это как минимум это аргументы для спора, для этих дискуссий, в которых я хочу, чтобы вы побеждали, особенно, когда вы правы. Они выглядели малолетними детьми, которым люди того же возраста делают выговоры так, как будто они знают божественные откровения. Спасибо. Вот.